В госпитале для ветеранов войн могут жить без боли в любом возрасте. Московский госпиталь для ветеранов войн номер 2 отметил 30-летие со дня открытия. За эти годы здесь прошли лечение более 400 тысяч пожилых жителей столицы. Продлевая жизнь своих пациентов, врачи госпиталя берутся в случае необходимости оперировать и тех, кому за 70, 80 и даже 90 лет. Здесь не услышишь в ответ на жалобы расхожие у медиков фразу «А чего вы хотели?» в таком-то возрасте. Пациенты госпиталя проходят и медицинскую реабилитацию, например, посещают занятия по лечебной физкультуре. Фото, Аркадий Колобалов слеш РГ. Из более чем 18 тысяч человек, которых мы пролечили в прошлом году, около 14 тысяч старше 60 лет, а еще 4 тысячи от 86 до 90 лет, рассказал главврач госпиталя Вера Шастина. Специфика пожилого возраста состоит в том, что большинство людей, как правило, приходится лечить сразу от нескольких хронических заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Хирурги-ортопеды выполняют эндопротизирование коленного, плечевого и тазобедренного суставов, проводят артероскопические операции, в отделении офтальмологии возвращают зрение, а нейрохирурги колдуют над позвоночником пациента, продолжает рассказ главврач. Минус. Предпенсионеры начали заново осваивать профессии и компьютерные технологии. Корреспонденты РГ заглянули в отделение офтальмологии. Любовь Петровна, сегодня вы выписываетесь, еще раз вас осмотрим. Смотрим прямо, шире, с заботой обращается заводделением офтальмологии Алексея Егоров к своей 72-летней пациентке. На правом глазу все спокойно, теперь вы здоровый человек и наша помощь вам больше не нужна. Вас будут навещать врачи по месту жительства, а если возникнут вопросы, обращайтесь к нам. Операцию Любови Петровне Плешаковой сделали всего три дня назад, и вот уже можно домой. Я 50 лет работаю инженером-технологом на авиационно-космическом предприятии, но в последнее время меня стали беспокоить глаза, ощущая условно помутнение. В поликлинике сказали, что это старческая катаракта, и дали направление в госпиталь, рассказала она. По словам Егорова, такой диагноз часто ставят в пожилом возрасте. Сначала Любови Петровне прооперировали левый глаз, а через несколько дней правый. Теперь вижу на все сто. Ничего удали? Радуется она. Чем старше человек, тем больше у него страхов перед любым хирургическим вмешательством. Для лечения катаракты мы применяем бесшовную технологию, которая позволяет проникать в глаз через небольшой прокол, затем с помощью ультразвука дробим хрусталик, эвакуируем содержимое из глаза через этот же разрез и имплантируем линзу. Никаких швов, технология абсолютно безопасная. Сразу после операции разрез герметизируется, реабилитация пациента происходит максимально быстро, поделился Егоров и поспешил на подобную операцию к 96-летней Марии Ивановне. Ежедневно он проводит 15 операций. На каждую из них требуется от 5 минут до 2 часов. Раскрыт возраст самой старой пенсионерки Москвы. Тем временем в отделении ортопедии готовились к артероскопии коленного сустава. В процессе операции возможна диагностика и лечение повреждений внутренней части сустава. Чтобы войти в сустав, достаточно двух проколов кожи, состояние его можно увидеть на большом экране. У 47-летней пациентки были артроз и травма. Сначала мы прооперировали левую ногу, а теперь и правую. Вот видим повреждения внутреннего менеска, комментирует процесс заводделениям ортопедии Алексей Канаев. По его словам, операция займет не больше часа. Вечером, если разрешит анестезиолог, пациентка уже сможет встать. Пожилые люди должны жить без боли, и мы готовы им помочь. Самой старшей пациентке, которую я оперировал, было 96 лет, добавляет Канаев. За 30 лет в госпитале для ветеранов прошли лечение более 40 тысяч пожилых жителей столицы. К слову, чем старше человек, тем больше у него страхов перед любым хирургическим вмешательством. Поэтому психологическая подготовка к операции начинается за несколько дней. Пациентов знакомят с их сверстниками, которые уже на вторые, а то и на первые сутки после операции еще, конечно, не бегают, но двигаются уверенно. В планах госпиталя открытие отделения эндоваскулярных методов лечения, которые позволят оказывать как скорую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и плановую высокотехнологичную помощь, нацеленную на профилактику развития инфарктов и других сосудистых патологий. Общество здоровья филиалы РГ столица ЦФО Москва Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова